Всем огромный привет, мои дорогие друзья! Пришло время подводить парфюмерные итоги потихонечку за 2023 год. И посмотрев на свой список ароматов, которые у меня появились за этот год, я немножко пребывая в шоке, поняла, что одним видео в этот раз не обойтись. Потому что, мне кажется, мой список в два раза больше, чем предыдущий год. Да, но в свое оправдание хочется сказать, что у меня было много сотрудничества, больше, чем в прошлом году. И также были очень выгодные, действительно, предложения во многих магазинах, чуть ли не во всех просто подряд. И эти акции, скидки никогда просто не заканчиваются. Одни заканчиваются, другие начинаются. Так что, ну, вот так вот получилось. Что получилось, то получилось. И в этом видео я хочу показать свои повторы. Это ароматы, проверенные временем, которые у меня были в небольших остатках, которые я тоже периодически обновляю. Но вот в этот раз я решила оставить уже себе 40-50 мл, потому что не знаю, когда я их буду обновлять в следующий раз. И на 2024 год у меня тоже большие планы. Надеюсь, что все получится осуществить. Я хочу обновить все мои муажики, многие другие любимые ароматы. Ароматы сейчас сильно подорожали, как вы знаете. Поэтому, в общем, не знаю, как пойдет. Надеюсь, что все будет хорошо, и я смогу их тоже обновить. Итак, начать я хочу с люкса. И моя любимая пинг-марина, приобретенная в Литуаль на скидках. Это прекрасный, очень яркий, стойкий, шлейфовый, женственный, суперкомплементарный аромат. Для меня про зеленый чай, который вроде бы как не заявлен. Но для меня здесь много водянистости. И поэтому получился такой зеленый чай, где плавают цитрусы, плавают белые цветы. И в самом-своем раскрытии есть такой солоноватый немножко оттенок таким намеком. И также есть такой легкий-легкий десертный момент вот этого дыного сорта. Дальше обновила мой прекрасный Монбланк. Это аромат чистоты, аромат белых перышек. И у него очень красивая сливочно-молочная база. Обожаю стойкий, тоже комплементарный, прекрасный аромат. Из магазина Ревгош я практически последний вынесла. Флакон Флоренции прекрасный. Это пудровая смородина с букетом цветов и с такой элегантной базой, немножечко строгой. Я с Жор Абсолю прекрасные медовые, яркие, звонкие цветы. С такими кислыми, очень кислыми цитрусами на старте. Яркий тоже шлейфовый, комплементарный, запоминающийся, ни на что не похожий аромат. Обожаю этот парфюм. И, конечно же, я когда услышала, что Эльса проял, вроде бы как снимают, запаслась тоже половинкой. Вот флакон на себе оставила. Я думаю, мне этого хватит на много лет, так как аромат безумно стойкий, яркий, шлейфовый, тоже комплементарный, запоминающийся, тоже ни на что не похожий. И буквально одного пшика хватает с утра до вечера. Я, в принципе, много раз вам о нем рассказывала. Не буду заострять свое внимание. Дальше у меня идут тайт. Люкса это все, друзья. И дальше мы переходим к вот этим чудесным ароматам от бренда Дом Ваниль. Два моих любимчика. Это самый лучший, яркий, сладкий, черный виноград, черная Тоскана с ванильной базой. И это Ночь в Зальцбурге. Как вы знаете, наверняка вы знаете, это аромат в направлении табака-ваниль. Но более пряный такой на старте. Как будто рождественские пряности, рождественский чай какой-то с корицей и анис. И у него более мягкая сладко-ванильная база. То есть прям остатки. Он такой очень сладенький, вкусненький получается. Самой моей дорогой покупкой года стала бакара версии экстракт. Если бы не кэшбэк с золотом яблоки 50%, я бы этот аромат навряд ли бы приобрела. Потому что он реально очень дорогой. И здесь я немножечко схитрила, потому что у меня его не было. У меня была обычная бакара. Но я все-таки решила этот парфюм добавить в повторы. Потому что в принципе ароматы бакара и бакара в экстракте, они очень близки друг к другу. И я просто, получается, заменила на другую версию. А еще из дорогих, наверное, давайте вот прям покажу. Серию очень дорогих повторов. Это ваниль фаталь. Я видела, что сейчас вроде бы его как перевыпустили. Я не знаю, какая будет цена. Но я этот флакон, конечно, покупала за очень дорого. На Аромабутике. У меня, кстати, много здесь будет покупок с сайта Аромабутик. У меня тоже есть промокод, я вам напоминаю. Здесь его ставлю. И в описании в инфобоксе тоже размещу. У меня там тоже копятся бонусы. И получается такая как скидочка. Можно ее списывать. И вот ваниль фаталь я там брала. То есть у него ценник за 50 мл, где-то 25 тысяч рублей. Но как бы кусачья цена. И очень, как бы я долго сомневалась, но решила его приобрести. И буквально как только я его приобрела. А приобрела его, потому что опять же говорили, что это снятость. Уже в магазинах его реально было сложно найти. Сотки вообще пропали. И тут появляется информация уже, когда я его приобрела, что его перевыпустили. Я не знаю, будет отличаться аромат, не будет, будут ли какие-то нюансы, какая будет цена, не знаю. Но вот я обновила. И я теперь спокойно. Это моя любимая слива со смолами, со красивейшей замшей, с ликерностью. Очень богатый, роскошный, глубокий. Больше такой осенний, весенний аромат. Ну, возможно, зимой тоже будет неплохо. У нас, кстати, сегодня такое солнце. Вот просто как будто весна. Еще в этом году я смогла обновить Магнолию Нобель Аква Депарма. Тоже отношу к одним из самых дорогих покупок, потому что, к сожалению, цена этого парфюма поднялась больше даже, чем в два раза. То есть, в свое время я сотку брала там в пределах 8 тысяч, а сейчас она там стоит около 17. То есть, надо ждать, караулить тоже какие-то кэшбэки, скидки, чтобы было выгодно. Я уже, честно говоря, даже не помню, где я заказала. То ли в Яблоке. По-моему, в Золотом Яблоке тоже ее покупала. Это прекрасный такой итальянский, солнечный, безумно женственный парфюм про такие леденцовые цитрусы, утопающие в цветах. Я говорила, что это один из самых, чуть ли не самый, можно сказать, комплементарный аромат в моем шкафу. Стойкий, яркий, шлейфовый парфюм. А в других повторах это моя любимейшая Аква Селестия. Тоже вот оставила себе чуть меньше половины, наверное, около 35, наверное, мили. Этого хватит тоже мне надолго, потому что, опять же, парфюм очень стойкий. Иногда попадаются мне комментарии под моими видео, пишут, что Аква Селестия, как бы, нестойкий аромат, я не слышу, я не знаю. Я вам рассказывала уже историю, когда моя мама ко мне приезжала, она просто рандомно взяла какой-то флакон, она у меня очень рано утром встает, а мы все совы. Вот, и она рандомно взяла просто флакон, пшикнулась и там пошла по своим делам, а потом, когда мы выползли из спальни, там, во второй половине дня, я захожу на кухню, и там стоит шлейф этого аромата. Я сразу поняла, что мама ей пользует, спросила, она такая, да, вот этот прозрачный флакончик. Поэтому Аква Селестию, я не знаю, я ее слышу просто до следующего утра, это невероятно стойкий аромат, мне кажется, что Курк Джан, он вообще, как бы, у него нет нестойких ароматов. Ну, я, конечно, не все пробовала, может быть, и есть, но Аква Селестия, почему я ее так сильно люблю? Потому что она прекрасна во всем, и у нее супер показатель. Потом ко мне снова вернулся Арабеск Жемчужина, это бренд, мне прислал в подарок, за что им огромное спасибо, это аромат, про такой холодный, немножко скрипучий мускус и очень яркие, сочные фрукты. Здесь у нас яблоко гуава, но мне это пахнет сочными, такими леденцовыми, лимонадными, классными грушами. Красивый аромат, именно зимой я его очень люблю, но вот у нас опять все растаяло, как я сказала, и как-то вообще не новогоднее, честно говоря, настроение. Тоже, опять же, Арабески, они безумно стойкие, яркие, шлейфовые. И вот недавно в своем ролике про заказ Литуаль я рассказывала, что на этот бренд проходили промокоды, можно было, по-моему, 4000 списать от стоимости, то есть это прям хороший промокод, или 30%. По-моему, сначала было 30%, потом они сделали новый код, новый код на минус 4000 рублей за покупку от 10 000. В общем, если мониторить все эти акции, скидки, ну, действительно получаются хорошие цены на выходе, особенно если у вас там есть какие-то бонусики накопленные, то вообще просто. Мне недавно, кстати, один аромат обошелся в 1000 рублей. Причем там у меня еще в заказе косты декоративной косметики, поэтому можно сказать, что у меня вообще обошелся бесплатно. Потому что вот есть такие промокоды и накопленные баллы, и вот так вот можно нишевый аромат практически даром в итоге приобретать. Так, что еще я вам не показала? Да, из синонимов в прошлом году много у меня было синоним. В этом году я повторила свой любимейший Роджер, самый любимый аромат, потому что я обожаю вот эту кремовую, пудровую тему. У меня очень много парфюмов на эту тему. И у меня есть в шкафу похожий на Роджера, это Alive My Man от Rose & Rose, но он ярче, плотнее, гуще, и он такой еще немножечко строгий, что ли. Вот в нем есть какая-то такая перчинка как будто. А здесь все нежнее, все нюдовее, то есть это идеальный аромат в офис, это идеальный аромат для мамочки и маленьких деток, которые не хотят использовать акцентный парфюм. Это вообще идеальный аромат, такой на каждый день, то есть в принципе такой нюд никогда не будет лишним. И недавно я нашла еще один похожий, очень дорогой аромат на этот Роджер 01. Это Cherry Garden от бренда House of Seelage, который у меня в наборчике, я вам показывала. И разный у них старт, конечно же, совершенно, там действительно такие цветущие деревья в старте, но раскрывается очень сильно похоже на Роджер 01. И хочу еще раз сказать, что синоним делает отличные качественные ароматы. Я не слышу здесь никакой синтетики, я не слышу здесь грязных бас, как некоторые начинают писать в комментариях. Если бы это было, я бы об этом сказала, и я бы вам их не показывала. Я люблю синоним, и особенно люблю вот этот Роджер 01. Еще один мой любимчик, который я постоянно обновляю на сайте Леттуаль, когда бывают вот такие хорошие предложения. И опять же, недавно, который действовал промокод, работал на бренда Less Destinations. Это у меня любимейшая Коста-Рика. Это прекрасный кофейный аромат, где есть и свежинка лимончика, имбирь, есть букет цветов, есть вот такая кофейно-сливочная пеночка. Если вы до сих пор не познакомились с Коста-Рикой, вот просто искренние мои рекомендации. Стойкий, опять же, яркий шлейфовый аромат, просто прелесть. Обожаю, тоже посмотрите в этот раз, я себе сколько от 50 миликов оставила. Дальше, что еще я обновила, это Белый Огонь. Вот не помню, где я его заказывала, по-моему, его я заказывала на рандеву, да, тоже там были хорошие скидки. Ой, это такой красивый, белоцветочный, жасминовый аромат, какой-то для меня японский парфюм, белые цветы под слоем талого снега. Рассказывала много раз, потом здесь есть еще оттенки как будто выстиранных простыней, то здесь аромат играющий, тоже зависит от погоды, видимо, от настроения, потому что иногда еще такой пушистый, теплый мускус появляется, красивущий. Иногда вообще этого не появляется, он такой вот цветочно-водянистый остается. И каждый раз я смотрю на этот флакон и думаю, ну почему у него такой дизайн, который ему вообще не подходит. И мне хочется его положить на полочку, где у меня такие утренние, нежные, прозрачные ароматы. И там практически все флаконы, либо белые, либо прозрачные. И он один там вот какой-то странный золотой флакон с черной блямбой вообще там никак не смотрится, но стоит. Благодаря нашему местному Эль-де-Бате в этом году я смогла найти там вот этот шикарный мой любимый шарик. Уладимся по-взрослому от Киллиан, который в интернет-магазинах стоит уже просто каких-то гигантских денег. А я его там увидела одного денешенька, стоял там, смотрел на меня за 10 или 11 тысяч рублей. Я просто как увидела, такая схватила, бежала на каосы, роняя тапки. Я очень рада, что он мне вернулся, потому что у меня там опять же какой-то совсем маленький остаток остался, хотя вроде бы должен был быть побольше. Ну, теперь у меня большой флакон, и это самый интересный, необычный инжир, инжирное молочко с какой-то плотной зеленью, с какой-то терпкостью. В общем, интересный аромат, ничего похожего реально не знаю на него. Как-то попробовала его в тепло носить, он даже летом я его попробовала, потому что девчонки мне говорили, что носят его летом некоторые. И я задохнулась просто от полпшика, я себе так решила не рисковать, сделала малюсенький такой пшик. И насколько он меня придушил, он какой-то едкий, какой-то душный, какой-то грузный аромат. В общем, мне не понравилось вообще его в тепло, я его ношу только в дождь, только вот когда-нибудь там в ноябре, когда вот прям тяжелое небо. Как обладательница группы пристрою в телеграм-канале, естественно, иногда я там что-то покупаю у наших хороших девочек-продавцов с хорошей репутацией. И вот этот вот Сантал Роял я как раз-таки купила у нашего продавца из группы. Это один из самых, наверное, любимых восточных ароматов. Это восток в прочтении французских брендов, поэтому это все очень аккуратно, сглажено, но при этом аромат яркий, стойкий, шлейфовый, заполняющий собой пространство, спящий гарем. Тоже много-много раз о нем рассказывала. Персики, кожа, шафран, роза, я помню, роза тут, по-моему, должна быть. В общем, это красивый аромат, не совсем про пирамиду, а больше все-таки про атмосферу. И осталось мне показать вам пятерку ароматов, которые я заказывала на сайте Aroma Boutique, но не сразу я заказывала, в течение этого года поочередно. Это тоже одно из самых любимых. Обновила я La Marca Jal. Обожаю этот парфюм, для меня это чисто на выход аромат. Он очень торжественный, праздничный, заметный, яркий, дорого звучащий, очень такой помпезный. Я бы даже сказала, парфюм как сам флакон, и у нас сам по себе характер у него помпезный. И вот хоть убейте, я здесь слышу шоколадную пудру. Откуда я ее слышу? Почему я ее слышу? Здесь нет никаких таких нот. Даже сейчас вот на пульфике осталась база, вот прям пудра, какао, шоколад, что вообще это такое? И при этом есть кислинка такая на насовую. Наконец-то я обновила закон женщины в товарной версии, потому что отсутствие крышки меня очень сильно раздражало. И теперь этот флакончик может стоять на самом видном красивом месте. Как видите, у меня прям полный под завязку флакон, потому что разбивала я со своего остатка. То есть я разбила его под ноль, а здесь у меня только дольки тех, кто копит еще. Воздушный, такой чайный, летящий, прохладный. Здесь много всего. Мне он пахнет малиновым чаем. Я даже скажу, что что-то есть для меня похожее на вот эти липтонные чай, ягодно-фруктовые, персиковые. Потому что персик здесь тоже есть. Этот нюанс тоже как будто прослеживается опять же через вот эту водянистость. Здесь есть букет цветов нежных, таких достаточно. Здесь есть малинка, которая, например, зимой. Почему я, кстати, его решила вернуть? Потому что если вы посмотрите мои старые видео, он как-то на меня сильно не произвел впечатление. Я сказала, что, ну, попользуюсь, как бы, может быть, потом вместо него что-то другое возьму. Потому что таких ароматов на тему розовой водички много. Я его потом, когда попробовала зимой в снег, он открылся таким красивым малиновым ликером. Он стал гуще, ярче, и я была просто в шоке. Я его таким вообще не ожидала услышать. Просто напшикалась приятненьким ароматом, чтобы пойти в очереди, постоять на подачу документов. И вот так вот он красиво звучал. Поэтому я решила его все-таки обновить уже в хорошей такой красивой версии товарной. Конечно, коробка просто выше всяких похвал. Вообще бренд, ну, я пока только с тремя ароматами знакома. Делала еще обзор, брала отливальцы к себе их аромат с имбирем, бобами тонка. Тоже мне понравился. Но пока что приобретать не планирую. Вот такая красивая у него коробка. Флакон идет в мешочки. Конечно, это вот гораздо приятнее получить, чем замотанный тестер без крышки. Согласитесь? Так что лучше, мне кажется, немножко доплатить все-таки и купить вот такую товарную красивую версию. Потом я обновила там же на аромабутике мой любимейший мед. Потому что здесь два вида меда. Здесь он и свежий, как нектар в обрамлении цветов, в обрамлении каких-то сочных мясистых фруктов, которые вы сжимаете в руке, и сок течет. И потом он становится уже более лекарственным, более терпким, более таким темным сортом меда. Очень красивый аромат. Ну и, конечно, сам бренд Амлета ароматы такой мощной концентрации. Поэтому все показатели у них на высшем уровне. Также я обновила один из своих любимых зимних ароматов многолетних. Это Мирабили Виканто. Пока на него особо не подняли цены. То есть ценник так и держится 9-11 тысяч рублей, как и несколько лет назад. Поэтому пока выгодно, берем тоже красивое оформление. Посмотрите, такой аробок и прекрасный ванильно-ментоловый аромат. Очень люблю его. Красивый, теплый, согревающий, с лактонными оттенками. Рассказывала о нем подробно недавно. Ну, мне много видео ему посвящено. Но недавно рассказывала про любимая пятерка ароматов на снег. Если пропустили, заглядывайте на канал. И последний мой повтор 2023 года. Это Ореховая собачка. Вот спиги я себе оставляла как-то побольше. Насчет миндальной я все думала, гадала, надо обновить, не надо. Все-таки решила, что не буду пока ее обновлять. И этот парфюм я заказывала на Рома-бутике. Но, честно говоря, на рандеву тогда была цена выгоднее. Рублей на 700 даже где-то так. Но у меня на Рома-бутике были бонусы. Поэтому с бонусами мне получилось дешевле там. Но практически, наверное, все купили именно на рандеву. Потому что там ценник был просто супер. С блогерским кодом вообще получалось очень-очень выгодно. Потому что одно время на эти собаки подняли так хорошо цены. Буквально недавно о нем рассказывала в нескольких роликах. Кофе, орехи. Для меня немножко карамели здесь есть. Также тут мед, цветы, кокос. Но их я слышу летом. А вот зимой это больше что-то такое вкусное. Кофейно-орехово-сливочное. Очень вкусный, гурманский, классный аромат. Обожаю. На этом все. Наконец-то. Наконец-то все. Спасибо огромное всем, кто досмотрел до конца. Пишите, обновляете ли вы свои любимые ароматы. А мы с вами увидимся в других частях итоговых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok